Такая была необходимость телефона-то украсть? Ну, не то что необходимость, я думала, я его продам и уеду. Жертвами разбойницы становились девочки в возрасте до 10 лет. Преступница заговаривала с ними на улице, под разными предлогами уводила с оживленных мест и отбирала мобильные телефоны, золотые цепочки и серьги. Девочек, я еще раз повторюсь, она убирала возраст до 10 лет, то есть это даже не тинейджеры, это действительно дети, так называемые. Первый, второй, третий класс, которые не могут никак себя защищать, не могут даже представить, как противостоять незнакомым лицам. Родители одной из пострадавших девочек обратились в полицию. Был составлен фоторобот преступницы. По нему разбойницу и задержали. Оказавшись в отделении, злодейка разыграла небольшое представление перед полицейскими. Мне просто не хватает воздуха в камере, я не могу сидеть. Мне очень душно, там жарко, там нет, не попадает воздух туда. Приехавшие медики отклонения в здоровье задержанной не выявили. Преступница ответит за содеянное по закону. На данный момент зарегистрировано одно преступление на территории Матавилихинского района, возбужденное по статье 162-й части 1-й УК РФ. И на данный момент, к тому же, подозреваемая осозналась в еще одном преступлении, совершенном на территории индустриального района города Перми. За подобное уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Антон Шибанов, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.